Евангелие от Марка, 14 глава, 42 стиха. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и колями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя тот час, подошел к нему и говорит, Рави, Рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но дозбудется писание». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Потому что много уже свидетелей, много уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии были недостаточны. И некоторые, встав, уже свидетельствовали против него и говорили, «Мы слышали, как он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такого свидетельства их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли, Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетели? Вы ведь слышали, богохульствует, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударяли его и говорили ему, «Про реки!» И слуги били его планетом. Господи, благослови, пожалуйста, раскрыть этот текст, и пусть он влияет на нас, уподобляя нас Иисусу Христу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Главная мысль этого текста я назвал так. Марк описывает, как невиновного Христа. Арестовывают, ложно обвиняют, бьют. Но так должно было исполниться Писание. Марк говорит, как невиновного Христа. Арестовывают, ложно обвиняют, бьют. Но так должно было исполниться Писание. Я разделил этот текст на три части. Я не буду говорить стихи, но структура примерно следующая. Первая часть – предательство Христа. Вторая часть – лжесвидетельство на Христа. И третья часть – избиение невинного Христа. Мы подробно еще поговорим обо всем этом. Но я хочу спросить у вас. Что в этом тексте для вас кажется странным, непонятным, неясным? Есть ли что-то в этом тексте, что кажется вам странным, непонятным, неясным? Чтобы мы сделали такое наблюдение. Или все понятно, все ясно. Почему Иуда просит осторожно вести? Да, поговорим об этом. Может быть, у тебя есть версия, почему Иуда просит Иисуса Христа вести осторожно. Не думал. Ага. Еще? Есть ли что-то еще странное? Но когда я читаю этот текст, мне всегда 51 стих. Что это за юноша? Как он там оказался? И вообще, почему он голый пошел туда смотреть все это? Завернувшись в одеяло, грубо говоря, в неглиже таком. У нас, наверное, в нашей культуре так не принято. И в современной. Ну, об этом мы тоже поговорим. Хорошо, прежде чем мы пойдем по этим всем наблюдениям, я хочу еще раз напомнить, что здесь невинного Христа ложно обвиняют. И, в принципе, сам Христос пророчествует об этом и в 8 главе. Он говорит, что надлежит ему пойти и быть в Иерусалиме, быть преданному первосвященниками, битому и в конечном счете даже распятому. И умереть. В то же самое время, вот это вот ложное, он сам, я в прошлый раз говорил, он молится, он просит, Господи, доминует меня чаша сия, он тоскует, он ужасается. И его решение, он говорит, пойду, чтобы исполнилось, как написано. Когда я говорю о нашем современном христианстве, то для нас, знаете, Евангелие представляется как нечто такое, что вот когда у нас есть нужда, мы должны обязательно обратиться к Богу, и Бог все обязательно нам даст, вот как мы попросили. Если болен, будет тебе исцеление, не переживай. Не хватает денег, там бизнес страдает, ну попроси Иисуса Христа, Он даст тебе денег, Он даст тебе бизнес, хороший, все будет, то есть у тебя будет все время успех. Но я не думаю, что Иисус Христос идет на крест для того, чтобы у нас было больше денег. Я не думаю, что Иисус Христос идет на крест для того, чтобы мы более зажиточными были, или более жили в большем комфорте. Я думаю, что Иисус Христос идет на крест в первую очередь, чтобы в конечном счете все те, кто уверуют в Иисуса Христа, оказались верными Ему до конца. Я думаю, что это самый главный посыл Евангелия от Марка. Если ты принял решение идти за Христом, который царствует, то будь готов идти до конца за тем Христом, который и страдает, и мучается. Мы с вами знаем, что первые христиане, они много страдали. На них были гонения, их убивали. Мы с вами знаем, что сегодня в многих странах христианство испытывает гонения и трудности. И в русском языке слово вера, оно однокоренное со словом верность. Вера и верность это одинаково, можно так сказать. Потому что в греческом языке это вообще практически похожие слова. Похожие слова. Вера и верность. То есть, если ты последовал пути, но Деяния апостола в христианскую жизнь называют последовали пути, последователи пути. И вообще нас христианами стали называть вообще язычники. В Деяниях апостолов мы видим, как христианами, и там написано, и стали называть их христианами, и это такое было даже где-то ругательное слово, что христианин означает маленький Христос или Христосики, вон идут Христосики, и это было унижением, унизительным, потому что все верили в такого, знаете, в могущественного Зевса, который может пулять эти молнии, который может, ну, знаете, сильный такой Бог, а тут какие-то последователи, а в кого вы верите? А мы верим в человека, в которого не было ни вида, ни величия, которого распяли, который умер, убили его позорной смертью, и потом христиане говорили, но он воскрес, и он сидит, одеснуя Бога. И посыл Марка-то как раз в этом и есть, чтобы читать, вот представьте, вы первый читатель, и когда вы читаете эти слова, какие у вас чувства и эмоции? То, что Христос говорит в самом начале, как только поражу пастора, рассеются овцы, овцы. Как только пастор Иисус Христос будет распят, все овцы откажутся, и все говорят, нет, нет, это точно не я, Петр вообще утверждает, что кто угодно, но не я. И Евангелие от Марка не заканчивается 60 стихом, 65 стихом, оно продолжается, и там Петр больше расскажет о своем предательстве, и мы тоже об этом поговорим. Ну а давайте пока пойдем вот по порядку. Первая часть этого текста, как я сказал, предательство Иисуса. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня, и тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и колями, и первосвященников, и книжников, и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя тот час, подошел к нему и говорит, Рави, Рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. И вот здесь вот первая часть, в первой части предательства Иуды. На самом деле Иисус Христос уже столкнулся с таким вот косвенным, ну не предательством, не буду использовать этого слова, а таким вот равнодушием, безразличием, когда ученики его вместо того, чтобы молиться вместе со Христом, они легли и спят, они не бодрствуют, хотя Христос просил их, помолитесь со мной хотя бы один час. Я не знаю, какова ваша молитвенная жизнь. Скажите, пожалуйста, сложно ли вам молиться час? Вот час взять и молиться. Молились ли вы когда-нибудь в своей жизни час? Да, те, кто молитвенники, да, они скажут, да, молились, мы молимся, но мне это трудно. Молиться час, это непросто. Это о чем-то нужно говорить. Ну да, вроде бы сел, ты молчишь, о чем-то нужно молиться, что сказать, вроде бы про все, про то проговорил, про что-то, а нужно еще молиться. Я преподавал в одной семинарии, и у них там было такое правило, что все студенты просыпаются в 5 утра и должны прийти в молитвенный зал, и с 5 до 6 они должны были молиться час. Включалась музыка, полгул такой, так сказать, приглушенный свет. Ну, это они мне сами рассказывали. Я спросил, что вы делаете? Ну, потому что сейчас для меня это тяжело, может быть, молиться. Я говорю, а что вы делаете? И вот, говорит, мы сидим, а вокруг нас ходит пастор. Что он делает? Его задача, если студент уснул, его там по плечу разбудить. То есть, получается, что, ну, на самом деле, это непросто. И сами студенты это говорят так, да, мы сидим. Я говорю, а можно Библию открыть почитать? Нельзя. А можно там, а ты одного там спрашиваешь, а ты что делаешь? Ну, я, говорит, сделал себе шпаргалочку, там они еще стихи библейские учили. Я вот так, пока пастор не видит, библейские стихи повторяю. Я это рассказываю к тому, что, ну, сложно молиться час. Сложно приучить себя, но Христос просил учеников помолиться час, и они не справились. И вот здесь вот он говорит, встаньте, пойдем, и вот близится предающий меня. И идет один из учеников. Тот, кто еще недавно, несколько часов назад, макал с ним руку в одно и то же блюдо. Тот, который так же, как и другие ученики говорили, не я ли. И вот он идет, чтобы предать. Ну, у нас, знаете, такая вот по фильмам, наверное, такая вот картинка складывается, что там такое, знаете, как бы полутьма такая, вот идут эти с колями, с факелами, Иисус Христос, и никого в поле нету, и вот он, и тут Иуда подходит и целует. На самом деле все гораздо сложнее. Я не был в Иерусалиме, но если посмотрите на фотографиях, там не очень много места в этом Гефсиманском саду. А вы помните, что все это Пасха еврейская, и на самом деле на Пасху очень много народу приходило туда. Иосиф Лави в своей книге пишет, что там доходило количество на Пасху до трех миллионов пришедших евреев. Три миллиона в небольшом городке. Ну, кто-то говорит, что чуть меньше, там до ста тысяч, но народу много. Опять же, освящения нет никакого. Вы были когда-нибудь в саду какому-нибудь ночью? Ну, там темно. И вот толпа туда приходит, и, конечно, нужно, чтобы показали, кто Иисус, чтобы не взять ни того. И, конечно же, Иуда говорит, я подойду и я его поцелую, чтобы было конкретно, четко и понятно, что вот он Христос. Опять же, я не знаю, носил ли Христос бороду или нет, хотя, кстати, на фотографиях, на иконах его рисуют с бородой. Возможно, тогда традиция такая, у всех были бороды, и вот все эти бородатые мужчины. То есть нужно как-то определить, кто Иисус. И вот Иуда подходит и целует. Что интересно, он выбирает вот это вот предательство именно поцелуем. И это, знаете, это очень важно, потому что поцелуй, обычно поцелуем приветствовали в семье, родственники. в поцелуем приветствовали самые близкие друзья. Когда священное писание, например, ну, я был в церквях, и не один, со мной тоже были братья, где еще есть вот эта традиция целования. И я целовался с братьями, да, ну, у нас на Сахалине уже такой традиции, наверное, нету, даже, не знаю, может, в консервативных пятидесятиков, даже там нету. Но есть церкви, где братья обязательно целуются. Исходя из того, что написано в Новом Завете, ну, нужно понимать, что когда Павел пишет приветствуйте друг друга святым целованием, речь шла вот такой вот, ну, о семейственности, что часть церкви, это часть семьи. И поэтому, ну, там нужно было приветствоваться вот таким вот поцелуем, и это было принято в той культуре. Сегодня, наверное, принято там, ну, руку пожать, обняться, это нормально для нас, да. И вот Иуда, как будто бы он самый близкий ученик, предает Христа именно поцелуем. Хотя на самом деле за этим стоит его мощное предательство, лошь, и даже сам Христос скажет, что будет предающий меня, но лучше бы даже такому не родиться. И дальше он говорит, вот он, возьмите его и ведите его осторожно. Я тоже специально для себя написал, почему же осторожно. У меня такая версия, что осторожно, потому что Иуда неоднократно видел чудеса Иисуса Христа. Он знал, что за этим человеком, ну, мы говорим Бога человеком, для Иуда это просто человек, за этим человеком стоят мощные божественные силы. Может быть, Иуда до конца не разобрался, может быть, на него влияло вот то свидетельство вот этих фарисеев, когда говорили, что он изгоняет бесов силой Вильзевула. Разные гипотезы есть, что там творилось в голове у Иуды. Кто-то говорит, что он ожидал, что Христос будет царствовать, а он отказывается от царства, и это побудило его предать. Новый Завет нам ничего не говорит о причинах предательства Иуды. Кроме того, что это было предначертано от начала, кроме того, что ему за это заплатили, а что творилось внутри у Иуды, мы не знаем. Какие были муки души, что повлияло на то, что он пошел и удавился. Но здесь мы видим, что он понимает, что за Иисусом Христом есть некая сила, и поэтому он говорит, что видеть его осторожно. Насколько Иуда понимает, что это сверхъестественная сила, это вопрос, потому что Христос скажет Петру, неужели ты не думаешь, что я могу взять и пригласить сюда, позвать сюда легион ангелов, и Отец тут же пошлет, и я смогу победить здесь всех. В то же самое время, возможно, Иуда видит во Христе такую, знаете, личность просто мощного лидера, который может тут же поднять толпу народа и устроить восстание. Может быть, в этом контексте, он говорит. Но как бы там ни было, суть остается прежней. Иуда понимает, что за Христом есть мощная сила, будь то духовная или лидерская. И вот он говорит, ведите его осторожно. Они приходят. Приходят первосвященники. Посмотрите, Марк очень четко показывает, что приходят первосвященники, и с ними множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. То есть, вот эти толпа народа с мечами и кольями, они не пришли сами по своей собственной инициативе, потому что, ну вот, они хотели, ну, как, типа, как такого, знаете, как восстание. За ними стоят руководители израильского народа. Первосвященники, книжники, старейшины. Когда проповедует Дмитрий Колосов, то он всегда говорит вот эту линию, что есть борьба силы Божьей и силы земной. И я согласен, тоже эта мысль здесь тоже присутствует. Вот она, сила Божья, сила Божья в молитве, сила Божья исполнить Писание, сила Божья в том, чтобы подчиниться воле Отца. Вот она, сила Божья и сила земная выйти на беззащитного человека, а мы помним, что во Христе не было ни вида, ни величия, так говорит Писание, с мечами и кольями. Выйти ночью, прийти, чтобы ночью победить его, да? И, конечно же, вопрос Христа, а почему вы вышли за мной ночью? И ответ очевиден, да потому, что днем пытались и не получилось. Днем пытались его обвинить всяко-разно и с этого Бога, и с такого, и так, и так, не получается. Не могут ни в чем его обвинить и остается только лишь устроить какой-то заговор. И, конечно же, Христос тоже на это обратит их внимание. И дальше мы видим второй момент, его арестовывают, и они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут извлек меч и ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Скажите, кто это был? Кто отсек ухо? Петр. А раба звали как? Маух. Обратно прочитайте, да? Хлам. Ну, не суть в этом. Скажите, пожалуйста, вот я говорил несколько раз, что Марк пишет Евангелие со слов Петра. И здесь есть некоторые детали, которые знает только Петр. Например, дальше, если вы будете читать, вы увидите, что, ну, другие Евангелия говорят, прежде чем пропоет Петух, ты отречешься от меня трижды. А здесь мы читаем Евангелие от Марка, что дважды пропоет Петух. Почему дважды? Потому что, ну, разница между двумя вот этими петухами очень маленькая. То есть, практически от первого предательства до третьего предательства пройдет очень мало времени и Петр предаст очень быстро Христа. Дальше есть такой нюанс, где первое предательство потому, что он испугался служанки. Но греческое слово, которое там стоит, я уже, как говорится, забегаю на свою следующую проповедь, но там стоит такое, знаете, уменьшительное, ласкательное слово служаночка, то есть, маленькая девочка, молоденькая девочка, которая говорит кому-то, даже не саму Петру, о, я видела, что он был со Христом и это первое его предательство. То есть, он описывает такие детали, а здесь же он не называет, что это он отсек руку, ой, руку, ухо. Почему? Почему Петр не говорит, что это он? Нечем гордиться. Да, он понимает бессмысленность этого действия. Что он хотел сделать? Он не описывает то, что Христос обратно этого уха исцелил, этого раба. Он не описывает, как он говорит, у нас есть мечи, сейчас мы там пойдем отомстим, мы там будем сражаться, не переживай, Христос. Здесь он просто вспоминая эту историю, у него просто накатывает вот это, знаете, чувство сожаления. Зачем я это сделал? Это было бессмысленно. Как вариант. Евангелие, конечно, об этом не говорит, но мы можем, вот читая между строк, грубо говоря, сказать, что возможно, вот это разочарование, говоря о каких-то деталях о своем отречении. Он, сам Петр, идет на такое смирение, он говорит, да я, за короткое время, я предал Иисуса трижды. А вот эта история, она становится безымянной, что кто-то, такой героизм, и он даже не хочет сказать, что я такой герой, потому что он делает акцент не на том, что он сделал, вот это вот бессмысленное деяние, что он герой, там отек, а о том, что как он отрекся, за короткое время отрекся трижды, и плакал, и сожалел, и Христос все равно его простил. И дальше еще один случай, непонятный. Один юноша, завернувшись по ногам,